Добро пожаловать на просмотр рпшки по игре Car Delivery Service. Обзор на эту игру у меня был, вот он в верхнем правом углу, ссылочка под тем обзором есть, поэтому можете за одним чекнуть обзор и скачать игру по ссылке в описании. Что ж, эта игра бесплатная, в плеймаркете есть. Итак, приступаю к сегодняшней истории. Сегодня я буду в роли водителя ЗИВА-130 бортового, в колхозе он работает и наша задача будет сегодня съездить на ферму и посмотреть какая для нас найдется работа. Раннее утро, такой домик небогатенький, бревенчатый, ну такой вот кратенький рум-тур сделаю. В общем, все как-то так, в таком стиле, очень древнем еще. Вот, прикольный такой дом и вот участок такой вот, можно сказать, такая хижина здесь даже. Есть второй этаж, ну в общем, как-то так. Вот такой вот жизнью живет обычный фермер, который работает в колхозе. Что ж, сейчас покажу машину, на которой мы поедем сейчас, как раз таки на ту ферму. Вот, это лада спутник, ну или же восьмерка, только в раннем варианте еще таком. Машина достаточно хорошая, для тех времен как раз просто отлично подходит. Итак, все, заводим двигатель и поехали. Как уже говорил, будем работать на Зиле 130, бортовой такой синий Зил, ну сейчас сами его увидите. Итак, все, выезжаем на дорогу. Тип управления здесь один, это кнопки, жалко, нету акселерометра. Вот, это вот небольшой минус у игры. Кстати, сравнение этой игры с Motor Depot там я делал. Там довольно тема вам очень зашла, в комментариях бурно обсуждали. Кто еще не посмотрел, посмотрите, довольно интересно. Так, ферма находится чуть дальше моего дома. Здесь такой вот небольшой населенный пункт идет с новостройкой, которая все еще строится. И вот чуть дальше как раз таки будет эта ферма. Там стоят коровники, коровы, естественно, сами. Ого, здесь произошла какая-то авария или что? Копейка стоит. Что-то разъехаться ребята не могут. Не пойми, что это было. Ну ладно. Здесь тоже трафик разнообразный, интересный. Все, вот эта ферма идет. Как уже говорил, там коровы. Поэтому производство молока здесь налажено. Здесь оно такое вот натуральное, качественное. Деревенское молоко. Небольшой такой здесь коровник. Ну, два коровника справа и слева идут. В общем, как-то так. И вот эта ферма. Вот музейок стоит. И трактор там Беларусь МТЗ стоит. Где-нибудь тут вот припаркуюсь сейчас. Ну, рядом с Беларусом. И стану. Все, останавливаемся и выходим. Приехали на работу, ехали не так уж и долго. Сам Беларусь стоит. Крутой трактор, кстати, очень. Вот. Ну и ЗИЛ. Сейчас я пойду, отмечу из документов, что я пришел. И задачу на день мне там и дадут. Что ж, ну а вы пока что ставьте лайки. Итак, наша первая задача. Это нужно будет развести молоко в бидонах по магазину. Как бы оно да, такое не в упаковках, а разливное. Сейчас поедем в магазины развозить молоко. Нам сейчас кузов бидоны загрузят. Подъеду к нашему местному складу. Здесь небольшой ангар такой. Вот. Вы скажете, молоко хранить так нельзя. Оно же скиснет. Его только что еще достали. Вот. Ну, вывезли из коровника. В бидоны разлили. И все, сейчас будет происходить загрузка. Загрузка пройдет и поедем. Все, ЗИЛ загрузили бидонами. Штук 9, наверное, где-то. И все, мы готовы ехать. Выезжаем на ЗИЛе. И поехали в первый магазин. Нужно развести по двум магазинам. Один такой сельский магазин. Там буквально бидона 4 выгрузим. А следующий уже будет такой микрорайон там. Бидонов уже вот все оставшиеся 5 и выгрузим. Кстати, пишите в комментариях. Видели ли вы когда-нибудь разливное молоко? Такое не в упаковке. Как сейчас не в пакетике, а именно вот как здесь бидон. Из бидонов разливают в банки. И в банках продают такое молоко. Так сказать, натурпродукт. Везем только что из коровника такое уже очищенное молоко. Что-то здесь уже пробка стала побольше. Ребята стоят, утыкают. Не могут понять, что происходит. Что ж, вот и первый магазинчик. Здесь он вообще маленький-маленький идет. Буханка стоит. Буду так вот задом подъезжать. Чтоб удобнее было разгрузить меня. И все. Вот встали. Сейчас нас разгрузят. Борт откроют. Пару бидонов к себе закинут. И мы поедем уже в тот микрорайон. Кстати, зацените сил. Уже вначале показывал. Но красивые такие кадры достаточно. Разгружаем бидоны. И едем в город. Все. Садимся в ЗИЛ. И поехали. Выезжаем. Аккуратненько. И едем в сторону города. Сейчас нужно будет поворачивать налево. Так как эта дорога уже ведет туда. Семерина проехала. Денег у нас не так уж и много. 1270 рублей. Всего лишь. Вот. Ну так вот тихонечко будем сейчас ехать. Торопиться некуда. Рабочий день еще только начался. Работа не такая уж и сложная. Сейчас могу кого-то развести. Оставшиеся бидоны выгрузить. И все. Можно будет обратно ехать на ферму. И там уже ждать последующих указаний. Такой вот здесь город идет. Многоэтажки. Сейчас редко в городах найдешь разливное молоко. Такое вот качественное. Но вот здесь вот такое вот исключение. Кстати это если не ошибаюсь игра белорусская. Там флаг белоруси. Висел напротив здания администрации. Поэтому мы сейчас где-то вот в белорусской местности. Так скажем. Этот магазин будет побольше. Там уже такой универмаг двухэтажный. Вот он. И будем здесь вот сейчас разгружаться. Подъедем. Здесь двери только спереди. Поэтому будем где заходят люди. Там и будем разгружаться. Все. Тоже выходим. И ждем людей которые принимают товар. Разгрузим ЗИЛ с молоком. И поедем обратно на ферму. Все. ЗИЛ полностью пустой. Можно ехать обратно. Первое здание мы успешно выполнили. Заводим ЗИЛ. И потихонечку выезжаем обратно. Здесь с камерой проблемы возникают. Поэтому по сторонам не смотрю. Выезжая можно сказать на удачу. Это вот один из минусов игры. Это багнутые камеры. Один тип управления. Ну и оптимизация немного у него хромает. Так как в городе сейчас такие провисания FPS были. Хотя вискнуть то в принципе и не в чем. Повороты здесь такие вот резкие. Под 90 градусов. Поэтому иногда заезжаю на тротуары. Машина едет. Вольцваген. Его пропускаем. И все. Едем обратно. Сейчас наверное дадут какое-нибудь еще задание. Которое нужно будет выполнить. Но сейчас увидим может и не дадут. Едем за Вольцвагеном. Он едет по такой же траектории как и мы. По тому же пути правильнее сказать. А не траектории. Стройка здесь такая. Возле деревни наверное. Не знаю. Дом ли будет. Может какой-то магазин. Или типа того. Тот же универмаг. Большой какой-нибудь. Хотя зачем деревню универмаг. Ну и многоэтажку как-то не очень строить. Поэтому жители деревни сами еще не знают. Что здесь строят. Увидим в будущем. Все. Ну а нам нужно ехать направо. Надеюсь те ребята уже разъехались. Но видимо все еще там стоят. Возможно было уобового столкновения. И они аж отлетели друг от друга. Ребята здесь пробку такую устроили. Проедем возле остановки. И даже непонятно что здесь произошло. Давайте остановимся. Быстренько. Время еще есть. Торопиться некуда. Ну вот копейка с фольксвагеном. Не могут дорогу поделить. Походу или что. Эти ребята объезжать не могут. Ну и поэтому пробку создали здесь. Ладно все. Мы на работе. Едем дальше. Может нужно было бы помочь. Но как вижу. Тупить им получается довольно неплохо. Все. Едем обратно. Так вот быстренько все развезли. Что там 9 бидонов туда уголь развести то. Всего лишь в две точки. Магазин сельский и городской универмаг. Сейчас встанем. И будем ждать последующих указаний. Может быть снова придется Магако развозить. Не знаю. В общем что скажу то и буду делать. Все останавливаемся. И ждем. Итак. Только что сказали что у поя одного собран урожай. И закончено прессование тюков круглых. Поэтому эти тюки нужно собрать. И отвезти в одно место. Нам понадобится зил. И трактор с вилами. Который приедет чуть позже. Но мне сказали пока выдвигаться на поле. И ждать его там потом меня трактор будет грузить этими тюками. И я буду эти тюки уже увозить на другое место. Как понял там другого поля. Но там их кучей сложим. А потом приедет грузовик побольше. И увезет их всех одновременно. Такой вот ход. Поле здесь тоже совсем близко находится. Поэтому. Да и к тому же мне сейчас просто туда сюда нужно будет возить. Огрузить-то мне был трактор. Работа не такая уж и сложная. Вот это поле. Тут же напротив. И эти вот тюки из соломы круглые валяются. И сейчас будет ездить собирать трактор. И загружать их в меня. Этот процесс был достаточно однообразный. Поэтому. Я приехал сюда. Сейчас он меня загрузит. Ну а мы встретимся с вами уже. Тогда когда все тюки будут собраны в одном месте. И так все. Все тюки мы свезли в одну кучу. И так вот их аккуратненько распределили. Завтра. Ну или ближе к вечеру. Приедет другой грузовик. И уже будет загрузка с ним. А моя роль на этом закончена. Сказали можно ехать на ферму. Мыть зил. Очищать кузов от соломы. И готовиться к завтрашнему дню. Ну а на этом все. Вот такие вот небольшие будни фермера были. Если вам понравилось данное видео. Ставьте лайки. Как уже говорил подписывайтесь на канал. Так как с 10 тысяч подписчиков я планирую стримить. Поэтому вместе движемся к цели. Всем большое спасибо за просмотр. Встретимся в следующем видео.